IT, финансы, медицинский бизнес, Эдтех, безопасность. Выпускник ТГУ – это директор, топ-менеджер, международный предприниматель, стартапер, разработчик. Томский госуниверситет дал своим выпускникам старт для успешной карьеры в самых разных областях. Маша Купресова – это девочка, которая бежит от нелюбимого спорта и находит себя в чаше бассейна. Сейчас перед нами повзрослевшая Мария, которая руководит спортивным клубом. И, конечно же, основу этому положила не только любовь к плаванию, но и исторический факультет. Хотелось бы также отметить, что семья Марии тесно связана с ТГУ и с династией Демидовых. Из поколения в поколение в нашей семье передается вот такой секретер, старинный секретер, который был вручен Демидовым в память о заслугах перед Отечеством из рук царя. Это предок, так скажем, современного ноутбука. Есть место, где хранятся чернильницы и песочек, которым можно было сушить чернила. Есть место, где хранятся листочки, перья. И вот таким образом мобильный секретер для заполнения различных документов работник мог переносить с места на место и выполнять свою работу, решать любые задачи. Маша была очень болезненным ребенком, и мама решила оздоровить ее тело и дух, отдав ее в спорт. Выбор пал на художественную гимнастику. Маше очень не нравились эти занятия, она не любила тренировки, потому что они были чересчур жесткими. Ну и она прогуливала их, сидя на верхнем этаже своего дома, и в один из прекрасных дней ее увидела подруга Таня. Таня занималась в клубе скат, где все было не так, как на гимнастике. Здесь атмосфера и воздух были пропитаны теплом и добротой. Маше это очень сильно приглянулось, и она стала плавать за скат до поступления и после него. Если говорить про то, какая она спортсменка, Маша, заслуженный мастер спорта России, чемпионка Европы, призер чемпионата мира. Несколько раз в составе команды Томского госуниверситета скат она побеждала в клубном чемпионате Европы по плаванию властов. Вот, вот это я. Точно одна медалька моя тут лежит. Для меня те эмоции, которые я получала там, тогда, в тот момент, они во мне. Я их помню прекрасно, когда просто садишься и какое-то воспоминание приходит, все, вот они эмоции. Я эту медаль чувствую на себе, она во мне, все вот эти вот неудачи или удачи, они все внутри живут. Занятия спортом дали Марии возможность путешествовать по всему миру и в буквальном смысле прикоснуться к истории. Но были и свои минусы. Это сдавать сессию вне группы, клянчить оценки у преподавателей, потому что преподаватели относились к студентам-спортсменам как к глупым и недалеким людям. Буквально на днях была презентация книги на наш Егор Кузьмич, посвящена 100-летию Лигачева. И вот в 2000 году я как раз выпускалась из университета, и моей дипломной работой была работа, посвящена томскому периоду работы Егора Кузьмича Лигачева. Вот. Я писала такой политический портрет. Это была первая работа по Лигачеву. Две главы, а две основные главы из моей дипломной работы вошли вот в эту легендарную книгу. 21 год спустя выпуска из университета, дипломная работа, вновь сейчас всколыхнула меня как историка. Мария приняла непростое для себя решение и решила оставить плавание, потому что спортсмен в разъездах не станет хорошим работником. В это время шел второй созыв Законодательной Думы области, куда Марию взяли в канцелярию. Там был бешеный ритм работы, но и были свои плюсы. Очень много полезных знакомств. Это новые победы, это новые достижения, это новые планы, это новые люди вокруг тебя, рядом с тобой, это новые ресурсы, новые возможности. И ты продолжаешь, продолжаешь идти. В обычной жизни тебе не дают медали, но есть другие формы награды. Мария выдержала в канцелярии 4 года сидячей работы и было принято решение пойти на аэробику. Там она поняла, что хочет стать инструктором, как говорится, не платить, а зарабатывать. Постоянная учеба, совершенствование мастерства привело ее к тому, чтобы открыть свой спортивный клуб. Маша безусловно успешный человек. Она многого добилась и в плавании в ластах, и в организации. Она еще некоторое время уделяет тренировке подводникам. Вот сейчас тренируются дети у меня, они начинают получать медали. Для них это тоже, я вижу, что эмоции сначала, а потом тоже как-то спокойно уже начинают относиться. Мария считает, что ИСТФАК дает жизненную базу, применимую абсолютно везде. С таким образованием студент найдет себя в любой другой профессии. Очень классно мне помогает на сегодняшний день предмет, который у нас читался педагогика. Я руководитель предприятия, педагогика в чистом виде. Хорошая подготовка по предмету документоведения. Мне пригодилось в жизни очень и до сих пор пригождается, если мне надо составить какое-то обращение в какой-то орган власти, например. Я знаю, как правильно это сделать заявление, я знаю, что мне нужно какие отметки поставить, я знаю, что есть сроки. В документоведении я очень хорошо владею этим предметом и какие-то новые моменты легко принимаю благодаря базе в университете, которую я получила на историческом. Субтитры создавал DimaTorzok